МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости. Информационную картину дня вам представят корреспонденты телеканала 1-й Карагандинский и Ягуль Нуржакен. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. Около миллиарда тенге выделено на строительство нового детского сада в Жисказгане. Строительство начато 5 лет назад, однако до сих пор работы не завершены. В Караганде выбрали лучшего учителя года. Им стала Ольга Сибагатулина, учитель начальных классов средней школы номер 85. В шахтерской столице отметили День учителя. Возрождение духовности и пропаганда культурных ценностей. Областное управление внутренней политики организовало пресс-тур для карагандинских журналистов по сакральным местам области. Новый детский сад в Жисказгане должен быть построен два года назад. Однако до сих пор на его месте стоят лишь стены. Между тем строительство уже обошлось казне в несколько миллиардов тенге. Жители Жисказгана, обеспокоенные этой проблемой, обратились к карагандинским журналистам. Наш сын скорее женится, прежде чем дойдет очередь в детском саду. Такое заявление делают жители Жисказгана, живущие поблизости от строительной площадки. Это здание на проспекте Алашхан в Жисказгане – новый детский сад. Но здание, строительство которого было начато еще пять лет назад, все еще остается необитаемым. Городской акимат вот уже три года обещает его открыть. Динара – мать двоих детей. Два года назад ее дети были зачислены в строящийся детский сад. Каждый год она надеется определить своих детей в это дошкольное учреждение. Но уже в нынешнем году ее старший сын пошел в школу, так и не побывав в детском саду. Сегодня она уже не верит, что ее младший ребенок сюда поступит. Уже пять лет строится этот детский сад. Городские власти каждый год обещают его открыть. Но так и ничего не делается. Это неправильно. Ведь строят для детей старший сын уже в школу пошел. В акимате Жисказгана заявили, что на все вопросы может ответить только Управление строительства Каргандинской области. В Управлении нам сообщили, что строительство этого детского сада будет завершено в нынешнем году. Финансирование как бы не в полную зиму выделялось. Выделялось частично. И вот в этом году последняя сумма выделена. И в этом году он завершается. В этом году точно, да, в октябре? Да, деньги уже дали. Сейчас работают. В этом году завершается. Стоит отметить, что Аким Каргандинской области Ерлан Кушанов заявил о том, что до 2018 года проблема с нехваткой мест в детских садах в регионе должна быть решена полностью. Жители Жисказгана скептически относятся к тому, что строительство этого детского сада закончится и в этом году. Тем не менее, многие горожане не теряют надежды. И каждую осень они смотрят на дверь здания в надежде, что та когда-нибудь распахнется перед детьми. Андрей Теннир, Жан Алипов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В Караганде выбрали лучшего учителя года. Им стала Ольга Сибагатулина, учитель начальных классов средней школы номер 85. На сцене театра имени Станиславского состоялся финал конкурса, посвященного Дню Учителя. День Учителя – один из самых любимых профессиональных праздников. Учитель – это не только человек, обучающий наукам, но еще и носитель духовности и нравственного начала. Учителя выполняют особую гражданскую миссию воспитания молодого поколения. Их знания и опыт, преемственность традиций и новаторства лежат в основе каждой школы. Об этом говорил Аким Караганды Нурлан Аубакиров. Поздравляю вас с праздником, желаю всем учителям Караганды счастья и здоровья, осуществления всех добрых идей и замыслов. Пусть все ученики с вашей помощью открывают в себе таланты, с настроением идут на уроки, а окончив школу, с радостью возвращаются в родные школьные стены, чтобы получить вашу поддержку и одобрение, зарядиться энергией, добра и мудрости. С днем учителя вас, уважаемые педагоги. В ходе торжественного мероприятия городоначальник вручил почетные грамоты, благодарственные письма руководителям Организации образования, учителям города и ветеранам педагогического труда. Это самые лучшие, и в зале всегда самые лучшие, это наши ученики. Липадовой Берия Петровна. Финал городского конкурса на лучшего учителя стал кульминацией праздника. Всего в конкурсе приняли участие 65 педагогов. В заключительный этап прошли лишь 8 из них. Для финальной части каждый участник подготовил масштабное выступление, в котором были задействованы коллеги учителя, а также школьники. Много веков назад еще Конфуций сказал, учитель и ученик растут вместе. И вроде твои вчерашние первоклассники уверенно шагают по ступеням средней школы. Яркие, любимые, солнечные, дети от солнца. Финалисты уже победители, заявили организаторы. Именно поэтому каждый участник конкурса стал обладателем одной из номинаций. Но звание «Учитель года» одно. Имя победителя объявил Аким Караганды. Ольга Сибогатулина трудится в школе уже 18-й год. Она призналась, что любит свою работу. В школу она приходит с удовольствием. Любая профессия – это труд. И не бывает профессии легких. Но труд учителя, конечно, он, наверное, один из самых непростых. Потому что ежедневно, встречаясь с детьми, ты должен не только их научить, но и сделать так, чтобы человечек, маленький человечек у нас в начальной школе, все-таки вырос достойным гражданином нашего общества. Труд учителя по праву считается самым благородным, созидательным и творческим. Сегодня учителя находятся в центре общественной жизни, осваивают новые программы обучения, современные методы и технологии работы с детьми, реализуют научные проекты. В настоящее время в карагандинских школах трудится более 7 тысяч педагогов, из них более 100 – молодых специалистов. С музыкальными поздравлениями на праздники выступили воспитанники Дворца детей и юношества, а также творческие коллективы Школы искусств. Андрей Тенджа, Сулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Помощник участкового инспектора полиции осужден к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы за смертельный наезд на студентку. По сведениям пресс-службы Карагандинского областного суда, бывший сотрудник органов внутренних дел признан виновным сразу по двум статьям Уголовного кодекса. Напомним, что 16 мая нынешнего года студентка 4-го курса Государственного университета Арейла Мысатаева отвращалась из продуктового магазина в общежитие. На пешеходном переходе водитель не заметил двух девушек и сбил одну из них и скрылся с места происшествия. Как выяснилось, за рулем находился помощник участкового инспектора полиции. Казбикбийским районным судом Караганды теперь уже бывший полицейский приговорен к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы. Приговором суда 25 сентября текущего года Садыков призван виновным в совершении преступлений на основании части 2 статьи 58 УК по совокупности уголовных правонарушений путем поглощения менее строгого наказания более строгим. окончательно отбытие назначено наказание в виде лишения свободы сроком 2 года 6 месяцев, с лишением права занимать должности и заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортных средств сроком на 5 лет. С отбытием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности. Приговор не вступил в законные силы. К другим новостям. Глава государства Нурсултан Назарбаев в своей программной статье особое внимание уделил возрождению духовности и пропаганде национальных ценностей. Управление внутренней политики совместно с Управлением культуры Карагандинской области организовало медиатур по святым местам региона, в котором приняла участие и наша съемочная группа. Историки заявляют, что Жизказганский район богат на священные места. Одно из таких – захоронение казахских ханов в Улытау. Первая остановка карагандинских журналистов у комплекса древних памятников Теректе. Более двух тысяч петроглифов изображено на этих скалах. Светилище, расположенное в 90 километрах от Жизказгана, является старейшим памятником изобразительного искусства. Академик Алькей Марглан дал краткое описание этого памятника еще в 40-х годах прошлого века. В дополнение к петроглифам можно наблюдать места священных молитвенных мест и следы древних цивилизаций. Здесь можно увидеть памятники каменного века, неолита, эпохи поздней бронзы. Это единственное место в Казахстане, в котором имеются следы древних времен. Здесь часто встречаются камни с надписями. Если европейцы и американцы часто хвастаются тем, что обнаружили единичные надписи, то здесь их более двух тысяч. 90% всех надписей похоже на лошадь. Можно также заметить, что уже древние времена казахи использовали лошадей. Затем мы отправились в мавзолей сына знаменитого Чингисхана Джоши Хана. В истории Орды о сыне Чингисхана ходило много легенд. Но Джоши Хан на самом деле был исторической личностью. Именно он создал предпосылки к рождению казахского ханства. Мавзолей Джоши Хана находится в 40 километрах от Жизказгана. Вы знаете, Джоши Хан родился от первой жены Чингисхана. Он был воином, главнокомандующим войска. Этот мавзолей часто упоминается в рукописях Абдуллы Хана. Маленький городок рядом с ним называется Сарай-Лек. Это был торговый центр. Мавзолей несколько раз восстанавливался. В истории говорится о том, что это здание построил его сын Батый. В севернее мавзолея Джоши Хана находится комплекс памятников Дамбаул. По словам ученых, этот комплекс является одним из старейших зданий в Центральном Казахстане. По историческим данным, эти здания были возведены в эпоху гуннов. Согласно легенде, этот мавзолей был построен в честь великого композитора и воина Дамбаула. Мы сейчас стоим рядом с памятным комплексом Дамбаул. Знаменитый фламандский путешественник Рубрук в своих работах пишет о том, что эти мавзолеи были построены для совершения религиозных обрядов. По легенде, Дамбаул был композитором и батыром. Когда умер Джоши Хан, Дамбаул посредством музыкального произведения рассказал об этом Чингисхану. При исследованиях в комплексе не нашли человеческих останков. В связи с этим это, возможно, было религиозное сооружение. Следующей нашей остановкой стал мавзолей Алашахан, возведенный в XII-XIII веках. Уникальный архитектурный мазар, построенный руками народных мастеров, расположен в правой долине реки Карагенгер в Лутаусском районе. Историки считают, что слово «казах» и «алаш» может быть получен от имени Алашахана. Сегодня проходит пресс-тур для журналистов, организованный Управлением внутренней политики Караганинской области. Я считаю, что такие поездки помогают пропагандировать культурное наследие казахской степи. Сейчас стоим рядом с мавзолеем Алашахана. Есть много легенд про Алашахана, но точно мы не можем сказать, был ли это реальный человек. Но это место определенно имеет большое значение в истории казахов. В последний день визита мы посетили Булантийские степи и Священную гору, на которой жили семь святых. Стоит отметить, что визиты в сакральные места Сарарки придали нам и нашим коллегам особый импульс и творческий прорыв. Подробный отчет об этой поездке можно будет узнать в еженедельных специальных репортажах. Гульнур Жакен, Андрей Тен, Ержан Алипов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. На мосту через реку Сокур автодороги Караганда-Сарань-Шахтинск начатые работы по установке пролетных балок. В ближайшее время будет завершено сооружение пролетных строений и устройство монолитной плиты на проезжей части. О реконструкции трех мостов рассказали на брифинге в региональной службе коммуникации. В нынешнем году планируется открыть мост через реку Сокур для транспортного сообщения. Это позволит снять проблему отсутствия прямого дорожного сообщения населенных пунктов Саранского региона. Кроме того, ведется реконструкция моста через реку Талды на автодороге Караганда-Аягус в Каркаралинском районе. Третий мост через реку Нура в Бухажираусском районе. На брифинге также шла речь об итогах ремонтной кампании. Всего в Карагандинской области планировалось отремонтировать более 800 километров автодорог. Для ремонта в текущем году выделены порядка 19 миллиардов тенге. Из них на реконструкцию 9,5 миллиардов тенге, капитальный ремонт 2 миллиарда тенге, средний ремонт 4 миллиарда 300 миллионов, текущий ремонт 370 миллионов тенге и на содержание 2 миллиарда 700 миллионов тенге. В настоящее время по нашей области полностью завершены участки дороги от Анара до Тимиртау. Реконструировано 74 километра протяженностью. Сейчас идет процедура сдачи и эксплуатации участка протяженностью 34 километра Батпах-Баймрза. Участники брифинга отметили, что наибольший объем региональных ремонтов был произведен в Тимиртау. Капитально отремонтировано 49 километров городских дорог. Что касается областного центра, то здесь средним ремонтом было охвачено 125 дорог общей протяженностью 153 километра. На брифинге было заявлено, что ремонты в Караганде выполнены полностью. Андрей Тенжа, Сулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. В Караганде выявляют молодых писателей. Городской отдел культуры провел конкурс молодых прозаиков. Мероприятие прошло в рамках празднования 120-летнего юбилея Мухтара Ауэзова. Всего в конкурсе приняло участие 11 молодых карагандинцев. Сара Кадырова – ученица 11 класса 77-й карагандинской школы. К этому конкурсу она готовилась вместе со своим преподавателем Кумус Шмаковой. В своем эссе она описывает образ матери, которую не переставал чтить Мухтара Ауэзов. Я написала сочинение на основе произведения «Путь Абая», точнее по образу мамы Абая и его жены. Но, конечно, своих маму и бабушку добавить не забыла, потому что мама для меня – образец красоты и мудрости. Конкурс прозаиков организовал городской отдел культуры и развития языков. В мероприятие приняли участие молодые люди в возрасте от 15 до 25 лет. Творческий потенциал учеников 76-й школы признали одним из самых высоких. Свои работы молодые писатели посвятили творческой жизни и произведениям Мухтара Ауэзова. Главная цель конкурса – более подробно познакомить молодое поколение с плеядой отечественных литераторов. Цель данного мероприятия – разъяснить молодому поколению значимость наших великих писателей и акенов, каково было их место в обществе. И, конечно, мы никогда не должны их забывать и читать. Семь молодых писателей отмечены памятными призами. Обладателем главной награды стал главный специалист отдела развития языков Бигзат Алтынбек. Андрей Тенжа, Сулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Первое и третье места заняли ученики 48-й и 51-й школ Караганды в Республиканском форуме юных краеведов, натуралистов и экологов. Форум проходил в Уральске в рамках международной выставки «Экспо-2017». О своих впечатлениях участники рассказали на пресс-конференции. Ну, да, конечно, было очень страшно, но, как бы, я узнала, наши участники, наши ученики уже участвовали в этом конкурсе, то есть, и это, грубо говоря, пришло ко мне. В общем, было страшно. Но страх был побежден. И девять команд Карагандинской области из 16 участвующих в Республиканском форуме конкурсе доказали в Уральске, что они не только могут рассуждать об экологии, но и могут предлагать конкретные идеи об ее улучшении. Ермахан Нургазы, ученик 10 класса 7 гимназии имени Жамбыла Жабаева, предложил уникальный проект, как можно паводковые воды подчинить человеку и найти из этого природного катаклизма пользу. Если весенней водой заполнить достаточно вместимые емкости, которые расположить под поселком, то можно будет получать эффект гидроэлектростанции и пользоваться энергией воды. Юношеская мысль, не обремененная рамками, порой дает уникальные результаты. Вот и проект Геаны Джасибековой в номинации «С чего начинается Родина» получила третье место. Социально-экологический проект «С чего начинается Родина», то есть направлено на воспитание поднастоящего поколения, осознающего свою ответственность за сохранение украшения среды и примножение богатства, осознающего свою ответственность и умеющего работать в команде и участвовать в приятии решений, способствующих постепенному переходу страны на путь устойчивого развития. Проекты были глобальные и малозаметные, но от этого они не были интересными и важными. Я участвовала на республиканском форуме по экологии в номинации «Среди лучших кормушек-скворечников» и со своим проектом я заняла первое место. У соперников были такие большие красивые работы, а мое бы выглядело намного проще, но зато функциональные. Эти работы достойны того, чтобы к ним относились со всей серьезностью. Юный Ермахан Нургазы твердо уверен, что воплотит свою идею сталыми водами в жизнь. Если в первые годы проведения экологических конкурсов были поданы всего 26 работ, то в этом году их было уже более 80. И уже более трех работ мы в этом году подали на патент. Мы сейчас потихоньку узнаем, как нужно продвигать наши работы, чтобы как потом производство как это внести. Привлечение молодежи к решению государственных задач должно привести к политической активизации молодых людей, направленной на развитие социально-экономических преобразований в стране. Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Гипермаркет электроники Эврика расширяет свои границы. 28 сентября новый магазин открылся в Караганде в торгово-фермерском центре Алтынарба. Эврика – это огромный ассортимент техники от лучших мировых производителей и безупречное качество сервиса. Это постоянные акции и всегда выгодные предложения. В честь открытия компания дарит всем покупателям 4 дня грандиозных скидок. На ваши глаза сейчас мы торжественно и под ваши бурные аплодисменты открываем Эврику! Именно так торжественно начала свою работу в Караганде торговая компания Эврика. Специализированные магазины электронной и бытовой техники соответствуют высоким международным стандартам. Первый магазин был открыт в Южном Казахстане 17 лет назад. Сегодня этот узнаваемый торговый бренд присутствует в семи городах страны. И сеть гипермаркетов расширяется с каждым годом. После Караганды ожидается открытие такого же торгового центра в Алматы. Руководство компании ставит перед собой конкретные цели – открыть гипермаркеты Эврика во всех регионах страны. Да, в Караганде это первый магазин, но мы не планируем на этом останавливаться. У нас очень большие наполеоновские планы, поэтому будем открывать и на севере, и на западе, и на востоке. И в Караганде это далеко не последний магазин. Гипермаркет Эврика – это единственный магазин, в котором настолько богатый ассортимент товаров, что разместить его удалось лишь на двух этажах. Всего здесь представлено около 7 тысяч наименований. Компания Эврика всегда готова приятно удивить доступностью цен. Периодически проводятся различные акции. Вот и на церемонии открытия компания сделала большие скидки и бонусы, а также сюрпризы для покупателей. Сегодня обогреватель надо греться. Дома холодно. Насколько это дешевле? Намного дешевле. На 3 тысячи дешевле. Сколько вы покупаете? 8 штук. Мы сегодня покупаем чайник, 2 чайника и соль для Акбэп. Что домой с ним на цены? На сколько она достигна? Ну, соль – прекрасная цена, и чайники со скидкой – хорошая цена. Что вы покупаете? Пылесос. Насколько это дешевле? На 4 тысячи вышло. Быть лучшими на отечественном рынке электроники и бытовой техники компания Эврика помогает грамотно продуманный, индивидуальный подход к каждому клиенту. Сотрудники компании – это опытные специалисты, которые помогут каждому клиенту выбрать наиболее подходящий для него товар. В честь своего открытия в Караганде компания предоставляет 4 дня грандиозных скидок. Эврика. Выбирай лучшее. Улица Зональная, 10, Торгово-фермерский центр, Алтынарба. Андрей Тен, Ержан Алипов, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. О новостях на сегодня все. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649. И смотрите наши новости на сайте канала. Приятных вам выходных, Аман Солболмстер. Аман Солболмстер.